здравствуйте дорогие друзья приветствую всех на канале хочу вам показать свою работу пошел вот сумку это третья сумка моей жизни после 1 я зарек за что делать не буду но получается иногда нужно это опять сумка для моего брата то есть первую сумку я тоже ему шил это уже прошло наверно года три или четыре и это вторая сумка уже немножко так под затерлась и захотелось сделать новую мне плюс мне было интересно я давно смотрел делать сумку с такими формованными боковинками давно хотел попробовать и красот и нравятся мне такие ранцевые сумки тип ну таком ретро стиле поэтому давно хотел попробовать немножко не так планировал сделать но получилось вроде неплохо покажу поближе расскажу что еще и и сделал выводы значит сразу хочу сказать что выкройки у меня нет на эту сумку то есть я ее делал без выкройки прямо по ходу примерял отрезал и после часто меня в предыдущую часто пишут комментарии просят выкройки на сумку на предыдущую например сумку на очень много раз писали просили выкройку а там также сама выкройки не было и я не планирую запускать серию и скорее всего больше такого делать не буду ну как всегда я на зарекает но сложно у меня вот эта сумка заняла семь дней то есть семь рабочих дней и если бы ее делать на продажу то она получается очень дорогая ну плане по человеко часам то есть чтобы реально на ней заработать она должна стоять на не на долларов 500 скорее всего за 500 долларов уже можно какую-то брендовую сумку или там вы бетон или что в этом роде на я в сумках не сильно разбираюсь поэтому не знаю но мне кажется 500 долларов тоже будка это крутая сумка а эта сумка довольно простая хотя конечно она сверхнадежно и и я не знаю нужно ли такая сверхнадежность и сверхпрочной для сумки в принципе на сегодняшний день буша через несколько лет она надоест и захочется что-то нового и так покажу вам поближе сейчас я наверно ремень сниму так будет нам удобнее здесь латунная фурнитура такие прям конкретные качественные железяки пробуем немножко приблизить хочу показать вам швы и так это наверное уже сильно много сумка большая ну плане большая для такого расстояния до объектива здесь не все идеально много у меня были проблемы вот с этим швом то есть его пробивать было сложным что пробивала я уже после того как склеил и получается вот на внутренней стороне у меня шоу гуляет вроде бы не садость с какой-то одной стороны который я начинал то есть я начал вспомнил с этой стороны и здесь ситуация похуже а от этой стороны я уже приглашился и ну как бы сложно было пробивать никак ее не закрепить и с другой стороны уже получилось немного лучше так клапан пришед на два шва то есть вот нижний то есть она не просто ну как бы это по контуру могу здесь заканчивается здесь он пришит и второй просто как бы туда добавил этот шоу это сшито ну тут весь периметр основная кожа самые шлейки тоже пришиты полностью вот до этого места так я думаю можно немного подальше сделать и пробовать открыть здесь у нас бы я сделал такие потайные замки потому что пользоваться постоянно пряжками очень неудобно так нажал открывается то есть кожа это кожа растительного дубления толщиной 1 и 8 миллиметра вот здесь вот на подкладе на ремне на подкладе на всех и вот это вот штука это тоже растяжка толщиной 1 и 4 миллиметра и хочу вам сказать что вот эти вот неприятные складки получились это как раз из-за того что он слишком толстая то есть следующий раз если делать то это кожа подкладочная но именно вот в этом месяце с этим элементом должна быть наверное миллиметр толщиной максимум а желательно 0 608 года будет на лучше тянуться и покажу захотелось мне сделать именно такой но это называется горловина но именно с таким элементом вот видите как она и вот внутри на это ну внутри не ночь неровно подрезал но уже был вечер я немного устал и так его оставил тем более сумка не на продажу поэтому я думаю допускается внутри такой не сильно ровный может я делал вот такой элемент вот иногда заворот то есть получается сначала кожа клеится просто на эту я в конце добавлю после этого видео добавлю фотографии как я делал то есть прошивается здесь ну внутри с изнанки потом кожа заворачивается подклеивается и прошивается еще раз и получается вот такой типу бортик он должен быть меньше и в этом месте ну вот этих местах вот здесь еще хорошо получилось ну более-менее это тоже складок не должно быть а вот именно вот это место я как ни старался его натянуть сейчас фокус убежал прибежал и получились у меня складки и еще вот в этом вроде тоже месте ну это сзади это не так страшно вот спереди не сильно красиво тоже этим моментом недоволен сюда еще я вклеил получается вот этот вот полностью карманчик внутренний у меня брат носит кошелек в отдельном кармане то есть у него перед этим была сумка карман был спереди он там носил кошелек я сделаем сюда тоже такой карман то есть я его просто полностью сшил отдельно и наклеил этим же слоем получается я закрыл вот эти вот замки с той стороны изнутри и после вот приклеивать этот карман не пришел полностью приклеен но клей хороший он не оторвет за сто процентов но для надежности я вот здесь вот халентарный поставил то есть угла вот они один сейчас немного наверное долин такие вот два халентара я просто их пробил здесь сейчас покажу если видно вот они раз и все здесь тоже вот это же растишка только здесь я не красил краска использовалась это краска от кендо фармен ремень падает состав краска от кендо фармен цвет называется кэмол то есть это такой типа там я довольно густо его наносил но как как к дну то есть это окрашивал вручную окрашивал ватными тампонами ну мне больше всего нравится красить именно ватными тампонами они вот этими шерстяными шариками потому что ну не знаю ватный тампун лучше но немного не угадал по слоям потому что чем больше слоев наносишь тем она темнее получается у меня клапан получился немного светлее на камеру контраст сильнее ну то есть разница сильнее в живую она практически не отличается но немножко видно но не сильно в принципе для ручной покраски и даже допустим я не знаю тоже вот например из растишек с заводским финишем кожа бутера например которая работаю она тоже не равномерно покрашена то есть вот на на все кожи там у него бывают участки светлее участки темнее поэтому принципе поэтому когда уже я видел что немножко отличаются я сделал ремни немного темнее друзья добавил просто один слой еще чтобы они потому что сначала ремни были вот именно с клапаном в один цвет то есть они были идеально похожи а сумка получилась чуть чуть темнее ну сам корпус основной он получился чуть темнее и когда она подсохла я увидел что она немножечко в разнобой поэтому я еще дал один слой и ремни получились как раз в цвет сумки и получилась вроде неплохо так здесь тоже боковинки я не знаю это сделал просто длинная для того чтобы ну как бы здесь длинные ремни и сюда тоже пришел как бы длинный ширина ширина вот это вот подвес она просто по ширине полукольца эти полукольца я использую для подвеса на ножны они у меня были поэтому я уже как бы под них под них и сделал это тоже очень толстые классные латунные полукольца здесь вообще фурнитура здесь вся очень конкретная мощная ну кроме вот этих замков замки не очень дорогие но они подходили в размер и по цвету подходили и я искал более дорогие замки чтобы они были но латунные они с покрытием но к сожалению не смог их найти в быстрой доступности то есть нужно было ждать заказывать поэтому использовала эти они они не реально неплохого качества но но они не алюминиевые наверно куда силюмин или что-то какой-то белое белый сплав покрытый ну в случае если поломаются можно поменять это не такая большая проблема так принципе принципе по сумке наверно все ремень ремень уже это же кожа на подкладе опять же растишка это растишка с заводским финишем и она такая похожа похоже на минерва минерва бокс то есть это растишка разбито в барабане на такой такой фактуры сейчас я покажу поближе классная кожа это стоки какие-то за ты из италии я где-то брал давно она у меня долго лежала и вот нашла ну как бы настало и время наконец-то то есть вот такие классные латунные очень тяжелые то есть здесь в этой сумке на половину веса этот фурнитура то есть сами по себе вот эти очень тяжелые толстые пряжки и такие же толстые классные очень крутые карабины но они реально конкретные такие здесь я не знаю просто я поставил на болты мне кажется этого достаточно плюс случае нужно если нужно разобраться вону легко так и вот сегодня буквально 15 минут назад я закончил эту сумку последним штрихом было это вот это вот часть на расширительный ремень ремень я решил не прошивать нужно вручную прошивать ремень это мне кажется очень дурная работа это очень долго много времени занимает и здесь нет как бы ну нет надобности на ритовый клей использую очень хороший такой слой клея дал молотком простучал то есть эту этих две кожи уже не разделить даже если где-то одном месте но когда-то отклеится немножко чем я лично сомневаюсь но можно подклеить и все покажу по вот этим формованным этим боковинкам то есть делается матрица из фанеры я сделаю вот его багажу такая она у меня одноразовая наверное может можно еще использовать секунду я камеру подальше сделаю то есть я просто подошел к товарищу он не на лазере вырезал из вот такой вот толщины фанеры не знаю это шестерка наверно здесь их просто 2 так секунду так здесь две склеены я их просто ну как бы склеил здесь отшкурил хорошо это уже вот недавно как отшкурил вот этой все части хорошо все подбивал грани так же самое здесь внутренней стороны тоже все зашкурено все гладко и просто как бы положил разница между ними здесь как раз ну я здесь зал 33 миллиметра потому что рассчитывал что кожа у меня будет два с половиной 2 и 2 2 и 4 но прислали мне кожу которую я заказывал 2 и 2 2 и 4 она приехала в толщине 3 миллиметра поэтому я ее отправил обратно а времени меня уже ждать не было и у меня была пола очень качественная растишка не решил я с нее сделать ну то есть я думал что толщины 18 будет мало но принципе и достаточно можно смело с 1 и 8 делать так по этим получается здесь у меня разница ну как бы 3 миллиметра 3 миллиметра по периметру но если делать из такой кожи 18 то нужно делать это 2 и 2 ну 2 миллиметра даже на работе много потому что будет тяжело ее посадить где-то два с половиной 2 2 и 2 2 с половиной миллиметра делать здесь вот по периметру разницу в зазоре для того чтобы можно было одеть и продавить ну и все она просто как бы наш ну на 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 доску положил продавил струбцинами по периметру прожала но в таком состоянии высыхает вообще их нужно делать две я взял одну это было неудобно как бы подготовительная работа то есть я сначала один день сделал ну одну боковинку учат на следующий день нужно используешь нашу высохла и и нужно был как бы нужен был еще один день то есть я на следующий день сделал еще одну половинку и только через одну как бы но это было такие подготовительные моменты то есть если делаю то нужно делать две сразу это будет удобнее работать все я забираю то есть тут все очень просто как пробивал то есть я пробивал с этой стороны то есть пробойник бился с этой стороны и было сложно мне попасть но не попасть а прилавчиться но потом я вот здесь вот повреждения на ней ближе то есть я просто взял эту матрицу и вот видите сейчас вот следы висели просто сюда вставил я сюда заправил здесь я просто привязал куском кожи ну чтобы она не выпадала и вот так вот вместе с ней вот так вот я его и пробивал то есть тренировался на этой стороне поэтому здесь получилось не сильно ровно а эта сторона уже получилась гораздо лучше и мне даже понравилось то есть это это сторона практически ровная здесь внутри ну снаружи ровный шов вы это же повторяюсь я уже это говорил а внутренний шов немножко гуляет ну вот такое сумка получилась классно она мне нравится а еще из моментов которые я бы сейчас уже имея опыт сделал немножко по-другому покажу вам может кто-то не знаю может что-то будет делать в таком плане вот здесь нужно делать шире ну то есть вот этого места мало то есть его нужно делать чуть-чуть пошире хотя бы на пол сантиметра здесь ширину добавить вот тут вот потому что когда клапан закрывается если вот так немного сжать ведь она вот сейчас если сжимаешь они вот вы выворачиваются вот эти вот половинки если бы здесь было немного побольше места было бы добавлен ну добавилась бы жесткость либо еще тоже я об этом думал то есть просто изнутри вот 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 эту вот зону ее утолщить то есть нужно было до шва подклеить еще как бы кожу но боюсь было бы сложно работать с ней и вот этот вот момент тоже вот здесь вот заднюю стенку вот в этой зоне вот в этой вот зоне изнутри я думаю можно было бы подклеить чтобы она была жестче в принципе здесь вот вот эту часть всю изнутри можно наверное добавить один слой кожи она будет жестче и и не буду так выворачивать открываю и прям выворачивать ну это не страшно но хотя это все добавит вес то что сумка и так получилось не очень легко и кстати не взвешивал но она такая тяжелую если снять весь весь этот всю эту латунь то получается легче все если после этого видео еще добавлю несколько фотографий как ее собирал там меня но фотографии будет не очень качественно что фотография телефоном ну не знаю может быть кому это будет интересно как ее там собирал примерял в среднем 5 повторюсь я делал без выкройки все это примерялась на этих канцелярских прищепках ну принципе я доволен я доволен результатом и получилась сумка конечно но сверх прочная не знаю мне кажется эту сумку можно внукам еще оставить то есть она очень долго будет жить она легко восстанавливается ну то есть это появится когда царапины она будет патина кремами восстанавливающими обработал она будет много но вопрос нужна ли нужна ли такая сверхпрочная для сумки я думаю нет ну скажем так если бы я себе ее делал я в себе наверное не делал во первых я не ношу сумки но просто блин это зато слишком большие трудозатраты в плане мне кажется легче купить ну или такую сумку просто лучше шить на машине вот кто шьет машиной туда это попроще будет если бы у меня была машина я умел не пользоваться я бы и ремень прошел на машине уже вот на машине ремень прошить это да он про прямая линия как быстро а вручную это пару дней можно на это потратить ну один точно я думаю что один рабочий день чтобы этот ремень прошить ушел бы так затянули наверное уже это видео возможно его немного обрежу все всем спасибо кто потратил свое время на просмотр этого видеоролика все мои контактные данные будут обязательно в описании под под видеороликом снизу подписывайтесь на инстаграм в инстаграме все появляется самое свежее в инстаграме все уже видели эту сумочку и в ютюбе сегодня 9 сентября 2020 года когда она появится в ютюбе это видео я не знаю но появится все всего доброго до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok